Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня знаменательный день для биткоина и для всего крипторынка в целом. И знаете почему? Даже не потому, что биткоин отрисовывает на графике улыбку чеширского кота, что является бычьей формацией, разворотной формацией. И также очень неплохо соотносится с хэллоуинской тыквой, которую мы обсуждали вчера в нашем стриме с вами. А потому что, ребята, ровно 14 лет назад, в этот день, 31 октября, Сатоши Накамото опубликовал белую бумагу биткоина, в котором он очень элегантно, всего на 8 страницах, изложил идею будущей первой криптовалюты, которой мы с вами пользуемся, ребята, по сей день. И она разрослась в такую огромную, грандиозную финансовую систему будущего. Знал ли тогда Сатоши, до чего это все дойдет или нет, остается только гадать. Но, тем не менее, это революция, ребята, я надеюсь, вы с этим согласны, что это абсолютнейшая революция в сфере финансов. И тогда про биткоин знали буквально единицы, а теперь его используют миллионы по всему миру, миллионы людей по всему миру, и пользовательская база растет просто не по дням, а по часам. Ну, давайте вернемся на график и посмотрим, что же нам говорит все-таки эта формация, о чем же она нам говорит. Ну, еще раз вам говорю, улыбка чеширского кота, она же веселая тыква, говорит нам о том, что мы разворачиваемся и идем наверх. Посмотрите, на четырехчасовом таймфрейме мы достаточно четко отбиваемся от сетки EMA Ribbon уже второй раз и рисуем прямо сейчас зеленую свечку. И прямо сейчас мы тестируем уровень предыдущей поддержки, которая у нас была вот здесь и вот здесь, в качестве сопротивления, которое у нас было вот здесь и тестируется сейчас. Соответственно, если мы его пробиваем, то следующий уровень сопротивления это у нас 25 тысяч долларов, как вы можете видеть, который был вот здесь и вот здесь и вот здесь. И если мы пробиваем его, вот там-то начинается самое интересное, потому что, ребята, дальше перед нами остается просто открытый космос. Как бы вот у нас есть предыдущий канал цены, в котором мы ходили вот здесь, это примерно 32-35 тысяч по битку. Я думаю, что вот это реально будет более серьезным сопротивлением. Но если мы отдаляемся на дневку, то мы видим, что даже это не предел, потому что вот у нас есть с вами канал честной цены за эти два года. Как вы можете видеть, не считая вот эти вот экстремумы в 64-69 тысяч и вот эту манипуляцию, которую мы видим сейчас с погружением на 19, реально биткоин у нас трендится наверх. Каждый раз, когда мы возвращаемся в эту зону, мы оказываемся уже чуть выше. Соответственно, когда мы в следующий раз вернемся в эту зону после некой проторговки, то это будут уже уровни в 44-55 тысяч долларов за биткоин. И это все еще будет вот честная средневзвешенная цена за последние два года. Так что не знаю, как вы, но я продолжаю держать свои лонг-позиции на Bybit. Вот у меня лонг по битку на 100 тысяч контрактов в пятом плече. Я планирую его держать как минимум куда-то вот до этих значений. А там, наверное, буду плавно разгружаться и смотреть, потому что в целом, конечно, мы пойдем еще выше, но маржинальные позиции не стоит слишком долго передерживать, поскольку это трейдинг, мы торгуем. Наша задача сделать еще больше BTC и накопить его на холодный кошелечек, как вы, наверное, знаете, если вы смотрите наш канал. А если вы, кстати, здесь впервые, не забудьте поставить лайк и подписаться, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Вот, что еще у меня открыто, это лонги по битдау, по аудио, рейвенкойну и дэшу. Но это все не финансовый совет, дисклеймер, это просто мое мнение, я с вами делюсь тем, как я торгую и тем, как я вижу рынок. Вы все решения, естественно, принимаете сами и берете риски на себя. Но если мы отдаляемся на недельный таймфрейм, то я вам напоминаю, что мы имеем дело с очень перепроданным RSI, таким, каким обычно он был на самом дне рынка, вот здесь и вот здесь. Если это отыграет снова так, как обычно, то нас ждут гораздо более высокие цены, еще выше, чем я нарисовал вот здесь. Возможно, даже с перехаем предыдущего пика и уходом куда-то туда, на шестизначный биткоин. Вот, плюс, опять же, вам напоминаю, что мы на макрографике рисуем все точно такую же структуру двойного дна, как это было вот здесь вот на перепроданном RSI. И на сайфере, посмотрите, какие формации абсолютно идентичные. Также вот здесь вот тоже у нас на сайфере есть та же самая история. И сейчас, посмотрите, три синих волны с зелеными точками, двойное дно, перепроданный RSI. Фаза капитуляции уже произошла, мы вывались из треугольника. И плюс ко всему к этому, ребята, на линейном масштабе, вернувшись на график с каналами, я вам напоминаю, что мы стоим на очень важном уровне по Fibonacci. Если мы накинем сетку Fibonacci от Corona Dump до All Time High, то мы видим, что мы прямо сейчас уже 4 месяца стоим на уровне 78,6. Это уровень ультимативной поддержки глобального бычьего рынка. То есть мы не должны провалиться ниже этого уровня. Вот что, я думаю. Может, конечно, ложные заколы будут, но уже не факт, потому что мы видим бычий дивер, мы видим то, как низко мы ушли от сетки EMA Ribbon. И мы действительно видим, как мы уважаем этот 78 уровень, посмотрите. Поэтому следующие каналы цены, они достаточно хорошо соотносятся с уровнем 61,8, золотой карман. То есть это минимальный отскок, куда мы должны прийти, это 29 тысяч по битку. 0,5 уровень, это 37 тысяч долларов примерно по битку между этих двух каналах. И 0,38 и 0,23 уровни, это как раз вот этот вот канал в районе 50 тысяч долларов, куда я нарисовал. Ну и помните также, что у нас загорелся с вами здесь индикатор P-Cycle Bottom, который загорается у нас обычно на самом дне цикла, как это было вот здесь и как это было вот здесь. Короче говоря, друзья мои, у нас по всем абсолютно индикаторам сигналы того, что это дно, и мы пойдем гораздо-гораздо выше. И при этом никто не верит, все сомневаются, все ждут цен еще ниже. В общем, все, как обычно на дне медвежьего рынка. Вот, а что касается альткоинов, на самом деле сейчас я смотрю очень по-обыче на альткоины к биткоину, потому что, смотрите, по доминации мы так и не смогли более серьезно отскочить. По доминации BTC у нас были попытки отскочить от вот этой вот зоны альтсезона, которая отмечена синим каналом. Но тем не менее, по всей видимости, мы сейчас как раз будем спускаться именно в нее. Потому что, смотрите, на недельном таймфрейме наша сетка MA Ribbon выступала много раз как сопротивление. Здесь у нас был ложный пробой, и мы снова оттеретестили ее как сопротивление и устремляемся вниз, о чем нам говорит и RSI, и красная точка на сайфере. И если мы сейчас упадем вниз, вот в эту зону по доминации, которая у нас была, если вы заметите, только в конце 2017 года, в начале 2018, то эта зона абсолютнейшая вальтсезона. И я думаю, что многие монеты к битку просто выдадут мультииксы в этот момент. Но помните, что в вальтах лучше не пересиживать. Наша задача делать больше BTC, аккумулировать их и складывать на долгосрок, на холодный кошелек. Потому что только биткоин – это будущее. И да, возможно, какие-то монеты еще выживут из всех этих десятков тысяч. Но лично моя цель – это накапливать битки. Так что торгуем осторожно. Всем хорошего дня, профитролей. Все ссылки в описании. Лучшие биржи, хорошие обменники, кошельки, наш второй канал CryptoCommons 2.0. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И до встречи в следующем апдейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok